Транспортная инфраструктура Но перед изучением новой темы я предлагаю вам географическую разминку. Задание номер один. Соотнесите страны и столицы. Правильный ответ. Греция – Афины, Нидерланды – Амстердам, Австралия – Камбера, Эстония – Таллинн. Задание номер два. Соотнесите флаги с государствами. Правильный ответ. Китай, Польша, Швеция и Мексика. Вспомним, что такое инфраструктура. Инфраструктура – это большая группа отраслей, которая обслуживает материальное производство и население. Включает в себя коммуникационную систему, то есть транспорт и связь, и социальную. Это здравоохранение, образование, торговля, организация отдыха населения. Основные виды инфраструктуры – это экономическая, инженерная, туристическая, рыночная, военная, информационная и транспортная. Транспортная инфраструктура. Транспорт – это важнейшая отрасль материального производства, осуществляющая перевозки пассажиров и грузов. Совокупность технических систем, предназначенных для перемещения людей, грузов и информации из одного места в другое. Совокупность всех видов путей сообщения, транспортных средств, технических устройств и сооружений на путях сообщения, обеспечивающих процесс перемещения людей и грузов различного назначения из одного места в другое. Транспортная система – это совокупность всех видов транспорта, объединенных между собой транспортными сетями и узлами, где происходит обмен грузами, а также перевозки пассажиров. Особенность транспорта, как сферы экономики, заключается в том, что он относится к сфере по производству услуг. При характеристике транспорта выделяют следующие значения. Это транспортная сеть и выполненная работа по перевозке грузов и пассажиров. Транспортная сеть характеризуется протяженностью, а территория страны – обеспеченностью транспортными путями. Развитие транспорта очень важно для стран, имеющих огромные территории, поэтому они вкладывают значительные средства в развитие транспортной инфраструктуры. Рассмотрим транспортные сети. Общая длина транспортных сетей без морских путей – 37 миллионов километров. Автомобильные дороги – 24 миллиона километра. Железнодорожные пути – 1 миллион 250 тысяч километров. Трубопроводов – 1 миллион 900 тысяч километров. Воздушных путей – 9,5 миллиона километров. Речных сетей – 550 тысяч. Рассмотрим виды транспорта. Транспорт делится на три вида. Это наземный. Сюда мы относим железнодорожный, автомобильный и трубопроводный. Воздушный и водный. К водному мы относим морской и речной. Рассмотрим долю видов транспорта в мировом грузообороте. 62% – морской вид транспорта. 16% – железнодорожный. 11% – трубопроводный. 8% – это автомобильный. И ты процента – речной. Среди сухопутных видов транспорта прежде всего стоит выделить железнодорожный транспорт. Он не зависит от погодных условий, отличается высокой регулярностью движения, низкой себестоимостью перевозки грузов и высокой грузоподъемностью. Основные характеристики железнодорожного транспорта. Транспортные средства – это локомотивы и вагоны. Пути сообщения – железнодорожный путь, мосты, туннели, эстакады. Сигнализация и управление – железнодорожная сигнализация. Транспортные узлы – это железнодорожные станции и вокзалы. Энергетическое обеспечение – это контактная сеть и тяговые подстанции. Пункты заправки и экипировки локомотивов. Протяженность железнодорожных сетей по странам. Первое место – США, далее – Китай, Россия, Индия, Канада, Германия, Австралия, Аргентина, Южноафриканская республика, Франция. Казахстан по этому показателю находится на 20-м месте. Рассмотрим схему сетей железнодорожных путей Казахстана. В Казахстане действуют три меридиальные магистрали. Это Оренбург-Ташкент, Трансказахская и Турксиб. Также две широтные – это Среднесибирская и Южносибирская. Все они образуют железнодорожное кольцо Казахстана. Следующий вид транспорта – автомобильный. Рассмотрим положительные и отрицательные стороны. Положительные – это высокая маневренность, способность перевозить грузы без перегрузок и высокая скорость. Отрицательные – требует высоких затрат топлива, загрязняет окружающую среду и высокая себестоимость перевозок. Основные характеристики автомобильного транспорта – транспортные средства, различные типы автомобилей, пути сообщения, автомобильные дороги, мосты, тоннели, путепроводы и эстакады. Сигнализация и управление – правила дорожного движения, светофоры, дорожные знаки, транспортные узлы, автостанции, автовокзалы, автостоянки и перекрестки. Энергетическое обеспечение – АЗС, контактная сеть, техническое обеспечение – СТО, парки, автобусные или же троллейбусные. На территории нашей страны можно выделить следующие транспортные коридоры. Это Северный коридор – Трансазиатская железнодорожная магистрали, Трасика – Восточная Европа, Центральная Азия, через Черное море, Кавказ и Каспийское море. Западная Европа – Китай, Корейский полуостров и Япония через Россию и Казахстан. Север-Юг – Северная Европа, страны Персидского залива, через Россию и Иран с участием Казахстана на участках. Морской порт Актау – Уральские регионы России и Актау – Атырау. Рассмотрим основные международные транспортные коридоры, проходящие через нашу страну. Северный коридор – Трансазиатская железнодорожная магистрали, Трасика, Южный коридор – Трансазиатская железнодорожная магистрали, Север-Юг и Транссиб, через Север Казахстана. Трубопроводный транспорт используется в основном для транспортировки жидких и газообразных грузов. Подробнее с наземными видами транспорта вы познакомите в следующем видео. В состав транспортной системы входят морской и речной транспорт, железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, авиационный транспорт. Железнодорожный транспорт – наиболее важный из видов сухопутного транспорта. Протяженность железнодорожных линий по всему миру составляет 1,2 миллиона километров. Самая длинная железная дорога находится в Америке. Ее длина – 240 тысяч километров. В настоящее время в мире стремительно развивается автомобильный транспорт. Общая протяженность автомобильных дорог – 24 миллиона километров. В связи с этим возрастает роль транспортных пассажирских перевозок. Автомобильный транспорт составляет 80% всемирных пассажирских перевозок. В связи с развитием мировой энергетики меняются пути сообщения нефти и газопроводов. Наряду с этим вместе с нефтепроводами и газопроводами начал появляться трубопроводный транспорт, перевозящий твердую продукцию. С его помощью в основном перевозятся угольные и железные руды. По дну Средиземного моря протянут транссредиземноморский газопровод. Такой же трубопровод протянут и в Мексиканском заливе и в Северном море. Трубопроводы используются для транспортировки жидких и текучих грузов, нефти и газа. Рассмотрим газопроводы Казахстана. Прикаспийский газопровод Средняя Азия – центр Восток – запад Туркмения Бухара – Бишкек – Алматы Туркмения – Китай Туркмения – Пакистан – Индия Запад – Восток Туркмения – Казахстан Перейдем к закреплению изученного материала. Задание номер один. Назовите виды транспорта. Правильный ответ – наземный, воздушный и водный. Задание номер два. Ответьте на вопрос. Какой тип транспорта занимает первое место вдоль видов транспорта в мировом грузообороте? Правильный ответ – это морской. Задание номер три. Назовите тройку лидеров стран по протяженности железнодорожных путей. Правильный ответ – США, Китай, Россия. Подводя итоги урока, можно сделать вывод, что основной целью, или соответственно областью применения наземного транспорта, является транспортировка людей, то есть пассажирский транспорт, или грузов, то есть грузовой транспорт, по земле, а также обработка земли или обработка растений, что означает постоянный контакт с землей. На этом урок окончен. До свидания. Продолжение следует...